В кратком варианте содержание комедии следующее. Бедный художник разрывается между несколькими женщинами – любовницей, горничной и выгодной невестой. Комедия положений изобилует остротами на щепетильную, но уже привычную тему. Меня можете не стесняться. У нас в плавенеде на синокосе ноги и так. Ну понятно, у меня гора с плечами. Молодой мужчина хочет все успеть и всем угодить, но в результате у него одновременно оказывается и любовница, и невеста, и служанка, и хозяйка квартиры, и будущий тесть с тещей, и даже любовница будущего тестя. Из всех недоразумений главный герой выходит победителем, как и положено обаятельному и удачливому герою. Роль сложная, безумно сложная. Сложно в эмоциональном плане, конечно. Сложно в задачах, в обстоятельствах, ну как мы определялись с режиссером. Комедия в какой-то степени, конечно, более востребованный жанр. Это факт. Что смысл скрывать? Ну и вместе с тем это сложнее мне, как режиссеру, попробовать найти в комедиях какой-то такой тонкий баланс, не уйти слишком в переигрывание и в то же время в недоигрывание. Новая постановка на Оренбургской сцене – это дебют молодого режиссера Александра Федорова, заканчивающего обучение в одном из столичных вузов. В театральной среде Оренбурга он известен своими актерскими работами. Поэтому переход в иную профессию – и для него ответственный шаг. Сам, если бы был зрителем, и я увидел фамилию актера в афише, конечно же, у меня было внутреннее какое-нибудь сомнение. Я думал бы, ну актеру – это надо заниматься. Актер должен заниматься своей профессией. Режиссер должен заниматься своей профессией. Но есть случаи, когда очень удачно умеет совмещать. Начинающий постановщик работает на площадке «Один». Ему не помогает режиссер театра Ревката Сарафилов. По словам актеров, он доверил труппу дебютанту и сам не присутствует на репетициях. Поэтому режиссеру спектакля «Один», как положено. Его работу покажут в Оренбургском театре драмы 22 января. Затем спектакли войдут в репертуарную афишу нынешнего сезона. Елена Давыдова, Дмитрий Примачек, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok